На связи Саратов, Новоуральск, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Севастополь. Президент страны проводит открытый урок для российских школьников. Из Ярославля в режиме телемоста с Владимиром Путиным общаются старшеклассники из 23 школ страны. Ваша задача не просто сделать что-то новое. Это само собой разумеется. Оно будет новым на базе того, что создано раньше. Ваша задача сделать принципиально новый шаг. На открытом уроке с президентом школьники обсуждают, как найти свое место в жизни, какую профессию выбрать. Старшеклассники представляют Владимиру Путину свои проекты в области новейших технологий. Ученик первой гимназии из Севастополя Артем Петров рассказал главе государства о своем проекте внедрения интернет-системы нового поколения 5G. Например, создать целую инфраструктуру в городе, где общественный транспорт абсолютно работает автономно. Все светофоры будут работать на основе данных, полученных с дорог. То есть людям будет легче добираться из пункта А в пункт Б. С одной стороны, технологии подобного рода будут создавать новые рабочие места, но они же будут и высвобождать огромное количество работников. И все мы с вами вместе заранее должны подумать, а где эти люди будут работать, как их переподготовить, в какие сферы направить. Школьники из городов и сел России делятся с президентом своими идеями и проектами, которые уже частично реализуют. Старшеклассники из Улан-Удэ три года работают над созданием робота с искусственным интеллектом. А ребята из Рязани планируют изобрести ядерный двигатель для исследования дальнего космоса. Владимир Путин отметил, что страна нуждается в изобретениях молодых ученых. Для этого развиваются специальные научные центры. Вскоре такой появится и в Севастополе. Минобразование России одобрило развитие на территории города детского технопарка «Кванториум». Обучаться кто угодно, любой возраст, начиная с детского сада и заканчивая институтом. Различные виды – и робот-техник, и IT-технологии. Там много чего. Но все, что связано с техническим творчеством. Технопарк запустят в следующем году. По словам руководителя департамента образования Севастополя, в правительстве занимаются поиском подходящего помещения. На закупку научного оборудования для технопарка «Кванториум» выделено 79 миллионов рублей. Анна Леготина, Павел Булгаков, информационный канал «Севастополя».